Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Ну что, заглянем сегодня в глубину его подсознания, разговор с его душой. И посмотрим, можно ли улучшить ваши отношения. Что для этого нужно сделать вам, либо партнёру собираются улучшать эти отношения, как-то больше выходить на связь с вами, да? Ну и, недолго думая, давайте начнём работать. Пожалуйста, поставьте лайки, чтобы эти ограничения с вас спали, и всё было только замечательно. Ну и, естественно, вы поможете, опять же, продвижению моего канала своими лайками, своими комментариями, своей подпиской, да? Это явно. Ну и энергия благодарности, она всегда полезна в первую очередь для нас самих. То есть мы благодарим за труд, и Вселенная нас слышит. Итак, дорогие, смотрите, что между вами сейчас происходит. Нам показывают большие ограничения. То есть это может быть извне, а может быть внутреннее ваше. Скорее всего, здесь проблема в вас, девочки. И вы, знаете, как пути дороги не видите. Вся закрытая, закрученная. Вам нужно понять, что крылья за спиной у вас есть. Они здесь не изображены. Вам нужно это просто осознать. И выбор вы должны сейчас принимать сами. Вот в вашей этой житейской ситуации жизненной, да, либо по отношениям с вашим партнёром. То же самое. Также Аркан говорит о том, что в целом есть ограничения. Возможно, мужчина дружит с алкоголем, либо ещё с чем-нибудь игроманией. Ну, в общем, вы понимаете, да? С тем, что разрушает организм. Если всё в порядке, может быть, снижена энергетика. Может быть, нужно сделать какой-то выбор. Может быть, вы буквально, знаете, здесь психология. То есть не доверяете себе, не доверяете партнёру. Боитесь, много страхов, да? Думаете, что вы одна, один в поле не воин. Но у вас есть поддержка незримая. Так же, как и у вашего партнёра. Он может находиться в таких же метаниях. И, возможно, сейчас нужно как-то себя в руки взять. А, возможно, есть некое заболевание. То есть здесь масштабный ракурс может быть всего, чего угодно. Вот именно в эти ограничения. То есть, пожалуйста, смотрите конкретно на вашу ситуацию. Расклад у нас общий. Если желаете индивидуально обратиться. Я смотрю экстрасенсорно по фотографии. И каналы яснознания, ясновидения открываются. Ну, у всех идёт информация людей по-разному. Пожалуйста, читайте информацию по видео. Это сразу скажу, чтобы не отвечать в комментариях. Не могу, девочки. И, кстати, если не ставлю лайки, не успеваю. Просто читаю. Стараюсь читать все ваши комментарии по возможности. Вот. Хорошо. Давайте дальше. Давайте смотреть. Мужчина. Каков он? Его проявления. Ну, девочки, ну здесь вообще сложно. Восьмёрка теперь девятка мечей. Перезагруз идёт полный. Инракетика снежина. Вы, кстати, можете с него это считывать. Так или иначе. Смотря какая взаимосвязь. Был у вас интим или не было. То есть кто-то на расстоянии пытается. Я уже вчера говорила, что это не есть хорошо. У кого более тесная взаимосвязь, вы можете просто человека подчищать. У вас взаимно влияют друг на друга какие-то его проблемы. Вы можете забирать на себя. Но это не есть хорошо. Ещё раз повторюсь. Значит, у вас нет защиты. Значит, вы сами ещё склонны что-то себе придумывать. У вас нет энергетической безопасности. Об этом нужно задуматься. У мужчины здесь идёт не только перезагруз. Он тащит свои проблемы в свой дом, в свою кровать перед сном. Перезагружается. Возможно, также ему ещё за что-то стыдно перед вами. То есть если есть моменты, измены и прочее, да, здесь человек переживает. Это, опять же, не всех касается. Но у кого проигрывается такая ситуация. И какая-то неверность здесь может быть показана. Плюс ко всему, может быть, также некое внедрение чужеродных программ, негативных программ, воздействия извне. Но может быть, человек просто ослаблен. И да, здесь даже не может логически думать. И не может чёткую цепочку какую-то, да. Что, зачем как-то скрутить, связать. Завязать узелочки на ниточке, да. Сначала вот это делаем, потом вот это, потом вот это. В общем и целом не хватает здесь защиты. Логики мало. Идут какие-то разрушительные процессы. Что с этим делать, как этому помочь. Ещё будем смотреть. Так, ну смотрите, король Пентакли неустойчивый сейчас. То есть мужчина земной, заземлённый. И сейчас его шатают, болтают во все стороны. Естественно, его архетип не только земной. Он может быть ещё огненным, водяным. И воздушным, да. Но сейчас показывают ту ипостность, когда мужчина не чувствует надёги. То есть у него что-то, либо внутренне сломалось, да, подломилось. Он не видит будущего. Он не видит ясных перспектив на будущее в своей жизни. Вот, ну это сейчас, на данный момент. И здесь даже ему как-то и не радоваться не хочется. Он может уйти в себя, проявлять излишнюю обидчивость, некий эгоизм, эгоцентризм. Сейчас двоечка жезлов. Да, здесь перспектив как таковых он особо и не выстраивает. Чувствует себя как-то прескверно. Может действительно уйти в себя и, наверное, как трава не расти. Просто-напросто. Живёт какими-то моментами прошлого. Да, там, где было хорошо и как сейчас плохо. Вот как в том анекдоте, да, когда был маленький, там тебе говорили, что иди покушай и там поспи в обиде, да, не хотел. Кто бы сейчас так того, что предложил это сделать, да, отказывались от еды, от каши и от сна. А кто бы так позаботился сейчас. Вот такое ощущение, что он просто хочет убежать. Вот в этот момент не нести ответственность. В моменте здесь и сейчас. Снайдите, арканы все перемешаны. Если выходит перевёрнутые особо умники, мне пишут иногда в комментариях, у вас все арканы перевёрнутые, все карты. Может, сначала надо там сразу в блок. Такие люди идут. Во-первых, трактовка есть и перевёрнутых. Либо прямых значений. То есть, если выпадают, и это не означает, что все карты перевёрнутые, они мешаются, не перемешиваются. И никогда не лезьте в работу мастера. Занимайтесь, будьте мастером своего дела, скажем так. Пироги печёт пирожник, сапоги точает сапожник. К чему? Перевёрнутый, значит, так и надо, значит, в этом случае. Хоть вообще вся колода будет в разнобой, а для вас будет выходить перевёрнутые значения. Значит, так и надо. Либо мастер решает, как трактовать, как читать в прямом, или нет, чувствует. А может быть, я хочу вообще по-другому. Может быть, у меня ложится, мне просто показывают, что всё плохо. Но оно будет когда-то хорошо. А может быть, вот этот знак, когда здесь идёт, ну, меряется. Вот как в детском саду, кстати, опять же, да. В перевёрнутом виде человек может повзрослеть. То есть, из негатива в позитив. Вы же не знаете, какая будет трактовка. Поэтому не надо. Ещё раз повторюсь, вы лезете, а сразу, дорогие, в сад уходите. Те, кто лезет, вмешиваются в мою работу. Такс. Ну что, девочки, ещё момент. Значит, он сейчас склонен к агрессии, но, знаете как, кольнёт, спрячется. Кольнёт, спрячется. Недоверие есть к вам и, возможно, даже неуверенность в себе. Возможно, мужчина думает, что вы просто можете найти себе другого. Или, если у вас уже есть кто-то, мужчина, ревнует и, может быть, у вас тайные встречи. То есть, тут есть некий момент ревности, неуверенности в себе. Так, что мы видим дальше? Что мы видим ещё? Ух ты, девочки, колода свалилась. Смотрите, как красиво. Ну, хорошо, значит, возьмём её в работу. Ничего не бывает, просто так. Чём колоды идут? Языческие. Палоязыческая колода тоже. Друидов и кельская. Смотрите, здесь вопрос идёт о том, чтобы всё было какое-то восстановление, чтобы всё легло на благодатную и благотворную почву. Мужчине не хватает энергии, именно энергии живительной, женской. Очень тяжело он несёт. И всё это ложится на его дом, на его работу, на его быт, на его мировоззрение. То есть, то, к чему он уже привык и чего он добился. Нужна ему вот эта сильная энергетика. Посмотрим. Ну, вот опять же, перевёрнутые два аркана, причём старших. Смотрите, здесь очень сложная зависимость или созависимость. Энергии сильные, но идут они неправильно. Вместо того, чтобы созидать, идёт разрушение. И это вот либо к женщине, да, может быть, это супруга, а может быть, девочки, и вы, он вас такой видит сильно. А может быть, ему просто не хватает энергии созидания и возрождения. Он не может пройти определённый этап, сложный, завершить, поблагодарить, отпустить и выйти в новое, не видит перспектив. И на будущее всё сложно. Но, по сути-то, он, смотрите, в своём доме, как-то в своём мире себя чувствует нормально. Нормально. Здесь очень много наносного, очень много каких-то самокопаний. Это всё, что, может быть, даже родом из детства, где-то лежит глубоко на его подсознании. Этого мужчины. Давайте вас посмотрим. Что скажут про вас арканы ещё? Девочки, а у вас, получается, что луна? Причём здесь переживания, внутренние самокопания, угрызения. Может быть, вы в чём-то не правы, вам страшно, но вы идёте, вы ползёте, вы встаёте, опять отряхиваетесь, да? И пошла, пошла, пошла. Как бы вам сложно не было. У вас у самой очень много проблем. И причём эмоции и нервишки здесь, да, показаны. Также, когда всё клокочет, внутри очень много неуверенности в себе. Также есть некие комплексы. Причём, может быть, даже из-за этой ситуации. Может быть, мужчина вам как-то помог самооценочку вашу снизить. Здесь показано чётко, что нет реализованности. Есть неудовлетворённость своим женским предназначениям. То есть вы его здесь не отрабатываете в полной мере. Давайте посмотрим ещё в колоде, что можно сделать. Вот, которая выпала, да? Что-то можно сделать для улучшения. Пожалуйста, уже пятёрка котлов. Энергия уходит куда-то в прошлое, там, где было лучше. Здесь, знаете, либо вам с прошлым нужно развязаться каким-то образом. Считается, что в подсознании нет прошлого и будущего, есть только настоящее. То есть всё, что было когда-то, оно есть здесь и сейчас. То есть здесь, видимо, нужно техники перепросмотра проделать, да? И как-то какие-то моменты здесь нужно подлатать. Потому что вы что-то тянете здесь и сейчас, неотработанное. Возможно, вы также вспоминаете с этим мужчиной, что было хорошего раньше, да? И почему так плохо сейчас? Давайте посмотрим ещё. Можно ли что-то сделать? Вы знаете, для кого-то придётся просто уйти. Вот даже если у вас всё стабильно в этой нестабильности, у вас сердце, девочки, холодное, вам нужна романтика, вам нужна любовь. И не то, чтобы даже вас любили, вы сами должны любить. Но ни в одного всё равно. Вот вы просто любите, любите и любите, а к вам холодно и холодно и холодно. Так не будет. Вам нужна та любовь, когда вы будете человека любить и получать в ответ. Поэтому у вас сейчас у многих стоит выбор, уйти вообще из этих отношений или нет. Вы можете долго думать, а потом в раз просто можете уйти сами. Смотрите, по девятке счетов, перевёрнутой, кстати, опять же, вы теряете свою везучесть, теряете какую-то хватку. Нет доверия, возможно, и веры в чудеса, в чудо, в то, что всё будет хорошо, в какой-то счастливый случай. Вот здесь вы немножечко свою, как я говорю, везунчики, да, везунчиковость потеряли. Значит, здесь с энергетикой что-то не то. И смотрите, опять же, пятёрка жезлов. Вы можете просто-напросто на пустом месте не находить взаимопонимания, ругаться с партнёром. Вы также можете на пустом месте ревновать. Смотрите, зато у вас должно быть всё хорошо с работой. И вы всё равно надеетесь на успех. Значит, здесь делу можно помочь. Но рыцарь мечей выходит, ещё и перевёрнутый, да. То есть мужчина как-то то ли озлоблен, то ли его сейчас трогать просто нельзя. Как можно помочь? Ну, не трогать его, потому что он будет огрызаться. Он будет себя вести неадекватно. Посмотрите, что выпало. Здесь вам тоже нужно как-то с хитрецой, обходными путями действовать. Не напрямую. Как ещё можно помочь? Опять же, в интимном плане, если мужчина сейчас немножечко удалился от вас, не проявляет, ну что, вы думаете, что вы для него нежеланны, не проявляет особой инициативы. Мы уже говорили, что он тащит тяжело, и вот здесь мир перевёрнут. Для вас это крушение, да. Чувствуете себя, возможно, ненужной, уязвлённой и прочее, прочее, прочее. Здесь нужно понять, что мужчина по нескольким причинам может отдаляться. Нужно смотреть, сколько времени прошло в ваших отношениях, да. Уровень энергетики обоих, всё-таки это индивидуальный просмотр, поможет больше. Пока же нам показывают, что есть некие противоречия, нет согласованности, нет договорённости, каждый остаётся у вас в паре при своём мнении. И вы очень похожи, вы каждый в своём мире живёте, да. И ваши миры, они соприкасаются, но нет взаимодействия, вы не живёте в едином целом, да. Вы можете быть вместе, но вы можете быть врозь. Здесь нет одиночества вдвоём, но здесь вы как будто бы вместе и врозь, и очень тяжело тащите. Есть ситуация у вас, что воля, что неволя, вот так. То есть помочь можно, но здесь, скорее всего, просто не дёргать. А есть ли смысл? Может быть, вот это недёргание приведёт к чему? Приведёт к тому, что мужчина вообще уйдёт. Он сам для себя не поймёт, что он хочет на данный момент. Он хочет восстановить своё преимущество, своё могущество, свою значимость. Это может быть профессиональная сфера, сфера его личных достижений, его реализации. Для него это в первую очередь. То есть девушки потом, как говорится, да. Также есть сомнения, и вот он не может выбор сделать как-то что-то, прям конкретику какую-то. Вот он зациклен сейчас либо на работе, либо на своих достижениях. И он крутится, как белка в колесе. Выхода здесь нет. Он может вас ревновать, он может быть собственником. Такое ощущение, что он думает, что вы никуда от него не денетесь. А вы вот она взяла да пошла, да почапала, да. Может быть, вам кажется, что вы не можете выйти, но вы можете выйти. Вполне сами пойти куда-то отстраниться, да, и начать просто чувствовать вот эту лунную энергию, да, силу жрицы. Вот смотрите, здесь даже аркан выбор выпал на конце колоды. Вот здесь набитые шишки, да, и то, что в принципе надо дуть на воду, да, обжегшись на молоке. Вот такое состояние, но вы здесь уже гораздо умнее, сильнее, хладнокровнее. Вот, кто-то из вас будет заниматься духовными практиками, да, отстраниться просто-напросто, пока этот выбор. Пока кто-то что-то будет решать. Мужчина будет принимать решение или не будет? Или вы? Он думает, что вы не будете, а вы надеетесь на какой-то случай, да, что случай счастливый, что-то сведёт, что-то решит. Мужчина остро чувствует, что вы не можете договориться. Вы оба острые на язык или как-то, знаете, у вас даже могут быть конфликты на ровном месте. Из простого, да, перерастать в такие конфликты вплоть до расхода, непробиваемые оба. При этом даже вы можете особо не ругаться, это может быть что-то холодное, какой-то холодный диалог или недодиалог. Вы просто остро и холодно друг друга можете отправлять куда подальше. Не понимать или чётко говорить, да, или просто вот говорить, говорить, вы вроде хорошее что-то хотите сказать, он поймёт это плохо. И так же наоборот. То есть вот капитальное недопонимание. Опять бег по кругу. Мужчина топчется на месте. И здесь, смотрите, здесь как вот выше головы не прыгнешь. В этом случае можно прыгнуть, просто ему нужно исцелиться, и он должен понять вообще. Он какие-то должны в духовные сферы поймать, поймать эти вибрации высокие. Он не слышит сейчас глаза, разума, глаза вселенского разума, голоса природы. Хотя он к этому стремится. Возможно, ему нужна помощь, ему нужно исцеление. И, кстати, здесь по поводу выпивки нельзя. Может быть, он по детям переживает, если есть у него семья. Может быть, бывшие что-то нам какие-то дела семейные. Заботы, энергия туда уходит. Эмоции очень сложные у человека. Очень сложные. Вы знаете, даже может быть, действительно, его семья на первом плане сейчас. Если он не вместе проживается, и у него есть свои родственники, родные. То есть там его мир, его жизнь на первое место выходят. Дома-то он думает. И думает встретиться. Но здесь прям идёт как окончание. Окончание всё равно. Поралевы мечи и ряда. И то спинтакли. Вот там, где надёжно, там где-то есть подвох какой-то. И здесь то ли вам мешает, как третий лишний соперницы, или кто-то. Это может быть даже бывшая. И вот здесь идёт окончание. Смотрите, вот вы идёте как радостный момент. Опять же, про привычки. Негативные привычки. Обратить нужно на это внимание. Может быть, человек скрытый, латентный любитель выпить. То есть, может быть, вы ещё пока о нём мало что знаете. Как-то этот сдерживающий фактор. Вот под это дело он может как-то очень нехорошо. Он как-то раскрыт. Четвёрка чаш быстро утомляется, быстро устает. И сначала радостно. А потом всё, хоп, и прозрение приходит. Негатив. И также уходит энергия куда-то в прошлое. Возможно, он не может простить. Или договориться вот с этой дамой. Но здесь по поводу вас идёт влюблённость, чувственность, хорошие, прекрасные эмоции. Как ни крути. Из глубин подсознания, да. Здесь вырисовывается. Давайте ещё посмотрим. Девочки, он как король чаш. Он всё-таки эмоционирует. Где-то у кого-то даже любят. Вот. Влюблён в вас эмоции. И пятёрка пентаклей перевёрнута. Это грусть, печаль. Прям на самом деле. Это может быть даже тоска по любви. По настоящей любви. И отсюда ещё и в деньгах всё плохо. Как-то вот всё вместе намешалось, да. Что нет полного счастья. Нет реализации какой-то здесь. И опять же быт заедает. И по делам, по сфере. Вот здесь надо ему реализоваться. Он не чувствует себя, что он полностью реализован. И идёт по своему пути предназначения. Здесь ещё вас ждёт дорога, встречи. Либо совместный переезд, отъезд. Либо же сложные трансформации в сторону будущего. Совместного. Но как бы не здесь и сейчас. Тяжёлым сердцем здесь нужно обороняться. Защиту ставить на ваши отношения. При взаимном желании это делать. Ну вот так, дорогие. Вот такая информация сегодня у нас. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы поставили лайк. Поблагодарив меня за мой скромный труд. И пусть всё плохое уходит. Только хорошее остаётся. И приходит в вашу жизнь только хорошее взаимности. Подписывайтесь на канал. Те, кто ещё не подписался. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Буду очень рада. Мне будет очень интересно получить от вас обратную связь. До новых встреч. Пока.